Спасибо большое за добрые слова и комплименты. Ну, давайте, если меня хорошо слышно, поставьте, пожалуйста, огонечек. Главное, чтобы было слышно и было видно презентацию. Ага, увидела огонечки. Спасибо большое. Ну, сначала небольшая предыстория, как вообще появилась идея этого вебинара, как она появилась. Ну, вебинар, что называется, «На злобу дня», потому что сейчас именно такая проблема и возникает. Необходим срочный поиск инструментов, замена каких-то утраченных интернет-сервисов, возможно, запрет на использование зарубежных онлайн-сервисов. Все это приводит к тому, что мы сейчас находимся в положении, надо что-то быстро найти и что-то быстро освоить, что-то применить. И вот я взяла, как и в предыдущем случае, в предыдущем вебинаре, список предлагаемых отечественных разработок, посмотрела, выбрала, на мой взгляд, самые интересные. Ну, вот и с небольшим анализом и обзором этих онлайн-сервисов я сегодня перед вами выступаю. Пишут в чате, что слышно плохо. Ну, вроде как нормально было слышно. Так, хорошо, огонечки появились. Да, звук идет хорошо. Чудесно. Ну, тогда приступим. Итак, ну, я расположила эти сервисы в порядке от более функциональных к менее функциональным, от более бесплатных к менее бесплатному. Вот в таком формате мы и пойдем. Сразу скажу, что даже если сервис платный, там есть бесплатный тариф, которым можно пользоваться. То есть тут абсолютно платного ничего не будет. И, собственно говоря, сервисы отечественные чем хороши, они все на русском языке, и даже особой инструкции для их освоения не нужно. И если вам нужно что-то быстро освоить, то это как раз такой вариант. Ну, давайте посмотрим. Начать бы я хотела со своего любимого сервиса, который называется Удоба. Это бесплатный конструктор различного интерактивного контента. Наверняка он вам знаком или вы о нем слышали, а может быть, вы зарегистрированы и активно пользуетесь. Ну, вот на сегодняшний момент, на мой взгляд, это один из самых главных отечественных инструментов для создания различного интерактивного контента. Здесь можно создавать, ну, практически все, более 50 форматов разных интерактивных работ, скажем так. Здесь есть и ленты времени, интерактивное видео, и виртуальные туры, и различные игры, викторины, тренажеры. В общем, перечислять тут можно практически бесконечно. 50 шаблонов в общих, в общем, ну, и где-то одна треть из них – это игры, викторины, и различные игровые тренажеры, все, что с ними связано. Вот давайте на них поближе и посмотрим. Сервис абсолютно бесплатный, здесь нет ограничений по количеству создаваемых работ. В общем, никаких ограничений нет, поэтому вперед. Итак, ну, я так условно поделила все вот эти вот игровые викторины и упражнения, и тренажеры на… Ну, к сожалению, если не видно презентацию, то я вам уже ничем помочь не могу. Я ее развернула на экран, вот максимум все, что я сделала. Да, отлично, все видно. Итак, ну, давайте посмотрим, собственно, на викторины, что здесь предлагает нам удобно. Ну, во-первых, здесь вообще есть очень простые варианты из одного вопроса состоящие. Эти все вот такие вопросики можно вставлять, допустим, на своем сайте или в блоге, если вы в электронном формате создаете какой-то контент, то это очень удобно прямо вот вклинивать эти вопросики, маленькие викторинки, прямо вот в свой урок, допустим, если вы его создаете на странице. Я остановлюсь на тех, которые больше, чем из одного вопроса, с вашего разрешения. Итак, здесь есть опросы с одним вариантом ответа, классическая викторина. Есть так называемые резюме, это что такое. Это когда нам предлагается несколько утверждений, надо из них выбрать правильное. Немножко неверный перевод английского шаблона, там это называется summary, но смысл тот же самый, утверждение выбираем. Это две очень простых викторины, они вообще без картинок, первая из них со звуком. Они тоже не особо интересные, но они могут пригодиться, опять-таки, если вы создаете какую-то веб-страницу, и туда можно вот неожиданно эту викторину внутрь вставить. Можно создавать разные психологические тесты, так называемые личностные опросы, это из серии там какой-то котик и так далее, но это уже такое более развлекательное. И я вот хотела бы поговорить вот об этом шаблоне, который позволяет создавать викторины с семью разными типами вопросов внутри. То есть у нас на слуху обычно, что с выбором одного ответа, с выбором нескольких, ну и открытый вопрос. Вот здесь предлагается в одну викторину включать сразу семь вопросов разных типов. Давайте смотреть. Как вообще устроено удобо, если вы ни разу с ней не сталкивались? Выбирайте шаблон. Для начала шаблон называется «Набор вопросов» или по-английски «Question set». Выбираем из списка этот шаблон, открывается вот такой конструктор. На первых порах немножко будет странно в нем разбираться, но со временем, когда уже привыкаешь, уже не обращаешь внимания, и работа продвигается достаточно быстро. Как здесь все происходит? Мы выбираем вопрос, создаем вопрос. Вот список вопросов у нас отображается слева. Справа у нас конструктор каждого вопроса. Щелкаем по вопросу, открывается наш конструктор. В конструкторе мы сразу можем выбрать разные типы вопросов. К сожалению, они на русский не переведены, как мы видим. Если сложно, через Google Переводчик легко все переводится. Я вам сейчас расскажу, что есть здесь что. Итак, multiple choice – это выбор одного или нескольких правильных ответов из предложенных. Track and drop – тащи и бросай, по-русски говоря. Это когда нам нужно соотнести, например, картинку и подпись к ней. Таким образом. Дальше идет серия игр, вопросов с буквами и словами. Вставь пропуски, отметь слова, перенеси текст, перенеси слова. Дальше. Вопрос «Правда или ложь?» Ну и есть открытый вопрос, который здесь называется «Эссе». Там мы можем потребовать от наших участников, чтобы они написали уже какое-то развернутое высказывание. Выбираем тип вопроса. Как только мы его выкрыли, открывается конструктор. Вот самый простой, например, у меня сейчас открыт, это вопрос «Правда или ложь?» Очень просто все делается. Записываем вопрос, отмечаем правильный ответ. Вот здесь закрытая у меня серая такая вкладочка, это вкладка «Медиа». К большинству вопросов здесь можно добавлять изображение со своего компьютера. Открываем вкладку «Медиа» и загружаем к компьютеру картинки. Есть настройки поведения. К каждому вопросу вы можете написать обратную связь. Если вы создаете учебную какую-то викторину, это полезно бывает. Там можно, допустим, какую-то расшифровку дать по этому вопросу, дополнительную информацию или просто дать обратную связь для участника. Давайте еще посмотрим несколько конструкторов. Вот, например, самый распространенный конструктор. Найди ответ один или несколько правильных. Сейчас я вам ссылочку отправлю, чтобы вы не скучали. Можно по ссылке походить. Это моя такая учебная работа. Там я шесть разных типов вопросов вставила, кроме эссе. Все там присутствуют. Вы можете посмотреть, как это на практике выглядит. А потом я еще в конце немножко прокомментирую. Итак, ну вот, пожалуйста, Multiple Choice. В раздел «Медиа» мы загружаем картинки. Сюда вписываем вопрос. Варианты ответов обязательно отмечаем, кто из них верный. Ну и даем подсказки и обратную связь. Подсказка показывается до того, как участник ответил. Обратная связь показывается уже после того, как он ответил. За каждый вопрос здесь идет подсчет баллов. И в конце, после окончания викторины, на последнем экране будет показан счет, сколько участник набрал вопросов, сколько было правильных, сколько неправильных. Сервис в основном адаптирован, конечно, для учителей, поэтому здесь все достаточно строго, здесь все подсчитывается, баллы учитываются. Ну и библиотекари тоже с успехом его используют. Дальше. Ну вот это вопрос, который я называла drag and drop – тащи и бросай. И здесь, наверное, смысл понятен. Нам нужно выяснить, как называется это животное. Для этого мышкой мы переносим нужный вариант вот в картинку, скажем так, внутрь картинки. Границы, куда нужно кидать правильный ответ, здесь обозначены. Конструктор немножко иначе выглядит, он состоит из нескольких вкладок. В первой вкладке я не стала ее скриншотить, она очень простая, там просто загружаем картинки и придумываем вот эти кнопочки. В качестве кнопок у меня текст, но вообще можно даже картинки. Правда, не знаю, как это – соотнести картинку с картинкой, но такая опция есть. Итак, это мы делаем на первом этапе. Загружаем картинку, обозначаем границы, куда нужно бросать правильный ответ, ну и, собственно, придумываем варианты. А дальше мы заходим в настройки, в опцию «Надпись», проверяем, чтобы у нас было правильное название нашей викторины, все, что мы хотим узнать. Ну и вот здесь самое главное. Отмечаем правильный ответ, это была выдра на картинке, поэтому мы галочку поставим вот здесь. Дальше, чтобы было виднее эту самую выдру, мы можем сделать немножко полупрозрачный фон, выставить, например, не 100, а 20, и она будет такая немножко, граница более видна. Ну и, наконец, подсказки, обратная связь у всех викторин, здесь это присутствует настройка. Дополняем и разбираем. Вот так получается такой интересный вопрос. Дальше вопросы, о которых я говорила со словами, ставками, это для учителей русского языка и литературы хорошо заходит, ну и даже и в обычной практике, почему библиотекарям не использовать. Вот смотрите, пожалуйста, вверху у меня викторина «Напиши слово, вставь слово», «Fill in the blanks». Это викторина «Отметь слова». Здесь нужно просто мышкой щелкнуть по словам и отметить те, которые соответствуют заданию. Дальше, ну а здесь опять-таки тащить и бросать. Здесь берем из списка и вставляем в пропущенные буковки, в пропущенные места. Вот. Эти, несмотря на все, что они все разные, они все строятся примерно по одному конструктору. Поэтому сделала я один скриншот для всех. Ну давайте смотреть. Вот, например, обязательно медиа для красоты можно загрузить, придумывать задания. А дальше мы вставляем в поле, которое здесь называется «Текстовый блок», мы вставляем наш текст какой-то и то слово, которое нужно отметить, заполнить пропуск или которое нужно куда-то вставлять. С двух сторон отмечаем просто звездочками. Можно таких блоков неограниченное количество вставлять. Вы можете вообще сразу целый текст сюда вставить. И пусть там участники отмечают по вашему заданию все, что вы захотите. За каждое правильное отмеченное слово получается один балл. Ну вот этот же самый конструктор для отмечания слов. Здесь их у меня несколько. Вот я их отметила тоже звездочками. Описала задачу, придумала заголовок и все это сохранила. Ну и вот перетаскивание текста, расстановка героев по их произведениям. Такая же история. У меня в звездочках «Северный олень», «Песец» и «Белая сова». Сервис, естественно, все это перемешивает, выдает списком сбоку, и участники могут это все расставлять по местам и отмечать. Я вопрос увидела про социальную сеть. Сейчас я закончу проудобную, расскажу, как ее вставлять в разные социальные сети. И на сайты тоже. Давайте пойдем дальше. Игры со словами. Тоже здесь большое количество разных игр. Вот все, что я называла в предыдущем слайде, оно присутствует не только как часть викторины, но и присутствует в качестве отдельных заданий. То есть они можно по отдельности делать, а не в одну викторину. А вот я хотела бы обратить внимание на шаблоны «Найди слова», он же «Филворд» и он же «Кроссворд». Про карточки я рассказывала, но у меня карточки относятся к вебинару, где будет про карточки. Поэтому в этот вебинар они у меня не вместились. Приходите на вебинар про флеш-карточки, я там расскажу. Сегодня только про игры викторины. Итак, давайте посмотрим на филворды и на кроссворды. Филворд вообще делается очень просто. Буквально там 3-4 минуты, и у вас готова вот такая конструкция. Сейчас я вам ссылочку кину, поразгадывайте пока. Вот, пожалуйста. У меня сегодня новогодняя тематика. Итак, что здесь нужно делать? Находить слова, которые могут так, по вертикали, по горизонтали, по диагонали, по-разному. Шиворот-навыворот тоже могут быть написаны. Как выполняется это задание? Кстати, здесь есть еще и таймер. Подключается, и можно, кто быстрее, поиграть в такую игру. Делается вот очень-очень просто. Нам нужна задача, нам нужен список слов через запятую с маленькой буквы, и нам нужен алфавит. То есть вот набор букв, из которого мы будем собирать этот филворд. Его вот сюда вставляем. Вот, дальше мы можем тут еще разрешить повторную попытку, например, показывать решение, если хотите. В общем, необходимые настройки отмечаем галочкой, сохраняем, и все, готово. Пожалуйста, филворд готов. Кроссфорд делается немножко по-другому. Он посложнее будет. Во-первых, этот шаблон полностью на английском. Это немножко сложно. Но вообще, отвлекусь немного, скажу, что удобно. Это калька английского сервиса, который называется H5P. Может быть, слышали о таком. H5P вообще платный сервис по большей части. Шаблоны взяты оттуда, переведены на русский, но не все пока адаптированы. Вот, кроссворд, к сожалению, пока не адаптирован. Но я вам постараюсь помочь. Итак, ну вот так выглядит конструктор. Здесь у нас сетка. Прямо в сетку вписываем слова. Можно их вписывать и сюда, кстати, тоже. Задания. Здесь есть подсказки. Они обозначены вот такими кружочками. В качестве подсказки здесь может выступать текст или картинка. Ну, давайте смотреть. Или видео. Здесь очень похоже на… Вот мы викторину делали, да, с разными типами. Есть такой макет филворд для английского. Есть, но только вы сами его сделайте. Там макет всеобщий. Вместо русского алфавита вставьте английский алфавит, и все. И слова напишите по-английски, и будет у вас филворд английский. Если по-французски напишите, будете французский. В общем, здесь любые буквы подходят, не только русский алфавит. Кроссворд создается, как и викторина. Вот у нас список слов, они как карточки здесь отображаются. С левой стороны. Клю и анса. Клю – это у нас вопрос. Анса – это ответ, то, что надо вписывать в сетку. Дальше. Экстра-клю. Это у нас подсказки. Тексты, картинки, аудио, видео. Аудио загружается с компьютера, какой-нибудь аудиофайл можно, но не больше 10 мегабайт. И видео подключаются из YouTube по ссылке. Ну, текст вы пишите сами, и картинку тоже с компьютера сами загружаете. У меня, допустим, картинка была подсказкой, вот она у меня здесь на заднем плане в загруженном виде существует. Собственно, вот все, вопросы созданы, подсказки розданы, сохраняем. И новый вопрос добавляется синей кнопочкой. Там все надписи будут на английском, поэтому здесь нужно опуститься в настройки. И если вы хотите, чтобы все кнопочки показывали по-русски, то нужно перевести просто эти кнопки с английского на русский, стереть английский и написать русский. Дополнительно у кроссворда есть еще возможность создавать так называемое ключевое слово. Но если вы кроссворды разгадывали, то, наверное, знаете, что это такое. Из каких-то отдельных букв создается потом слово. Это тоже делается в настройках. В самом конце, когда вы все вопросы уже задали, вы можете просто написать ключевое слово. Сервис за вас найдет эти буквы и отметит их в кроссворде. Ну, вот в этом кроссворде, допустим, ключевого слова нет. А так, в общем, они будут таким вот кружочком обозначены, эти ключевые буковки. И в конце это слово внизу. Вы можете дать задание ученикам, разгадать кроссворд, собрать ключевое слово и прислать вам. Вот так можно. Ну, и для читателя, естественно. Здесь тоже есть отсчет обратного времени, кстати. Это что касается кроссворда. Ну, наверное, самый большой тут набор различных интерактивностей касается картинок. Вот картинки здесь создатели сервиса очень любят. Здесь огромное количество разных игр с картинками. Перетаскивание, выбор изображения. Но это очень простые задания. С одним вопросом не так интересно. Вот я красненьким отметила то, на что хочу остановиться. Вот начнем с этого. Поиск областей на изображении и множество областей на изображении. Что-то такое сложное. Так называются шаблоны. Я просто переписала из конструктора, как они там названы. На самом деле все очень просто. Вот такая игрушка. Нам нужно здесь на этой картинке найти птицу, для которой был создан Кандалакшинский заповедник. Ссылка, пожалуйста, вот. Можете поискать эту птицу. Вот. Мы выбираем нужную картинку, щелкаем по ней мышкой и видим, правильно мы угадали или нет. Вот такое задание может быть. И может быть задание еще сложнее. Здесь уже правильных ответов будет несколько. Здесь точно так же щелкаем по картинкам, выбираем ответ на задание. Ну, а внизу нам подсказывают, что правильных ответов три. Допустим, вот я угадала только одну картинку. Вот это и называется поиск об областей на изображении. Конструктор, я думаю, вы догадались, как будет выглядеть. Нам нужно будет загрузить картинку. Ну, я выбрала калаш. Так удобнее, да. Калаш можно в каком-нибудь сервисе до этого создать заранее. В том же PowerPoint, например, сделать и картинку сюда загрузить. Ну, а дальше начинаем колдовать. Ну, вот, например, если нужен правильный ответ только один. Что я делаю? Я мышкой отмечаю области. Ну, у меня вот шесть картинок. Здесь я их себе мышкой выделила вот таким образом. Каждой области я добавляю такую метку, где я пишу, что это правильный ответ. И здесь еще есть возможность дать небольшую обратную связь, какую-то дополнительную информацию. Не очень длинную. Здесь у меня вместилось только три предложения, но этого достаточно, чтобы какую-то еще справочную страничку дать сюда. То есть не только просто щелкаем мышкой, но еще получаем какую-то дополнительную информацию по этой теме. Та же самая история вот про памятники. Только здесь все то же самое. Отмечаем правильные и неправильные варианты. Кстати, выделять можно не только квадратиками, но и кружочками. Вдруг у вас объекты в виде овалов или кружочков. Ну и обязательно нужно указать, сколько правильных ответов искать-то надо. Вот. Собственно, на этом все. Тоже достаточно просто, буквально несколько кликов это все создается. Главное – найти картинку или ее создать. Вот. Ну давайте немножко еще веселенького добавим. Вот игра про котиков. Это традиционная игра «Найди пару». Слева несем вправо. По-моему, так, если я ничего не путаю. В общем, вам нужно собрать пару здесь котика и его автора. Кто его придумал. Ну и в конце можно себя проверить, посмотреть, что в итоге получилось. Игра называется «Пары изображений». Делается она тоже буквально за 10 минут. Нам нужны картинки парные. Загружаем картинку через кнопочку «Плюс». Первую картинку в левом столбике. Вторая картинка – то, что в правом столбике. Подписываем. Ну вот у меня отрывок из стихотворения Чуковского здесь. Здесь у меня портрет писателя. Ну и внизу я подписываю, что это Корней Чуковский. Все. Карточка создана, пара создана. Дальше добавляем новую. И так можно бесконечное количество пар этих создать. Сервис все перемешает. А игроки будут отвечать на вопросы и собирать эти пары. Тоже все достаточно несложно. И очень похожая игра, но теперь нужно расставить по порядку. Уже не пару создаем с картинками, а расставляем по порядку книжки, рассказывающие о Гарри Поттере. Сервис тоже все перемешал. Здесь еще проще все. Нам нужны обложки книг, допустим. Мы их загружаем в нужном порядке. Вот так, как они есть. В пронумерованном виде они вот так представлены. Мышкой можно, кстати, поменять. Если мы ошиблись в чем-то, их можно изменить. Нумерация тоже поменяется. Ну, а что остается нам, картинку добавить и подписать, допустим, название этой книги. Дополнительно здесь можно вообще и аудиофайл еще прикрепить. Правда, я не придумала, как здесь можно аудиофайл задействовать. Но можно и такое сделать с компьютера до 10 мегабайт, можно загрузить. Тоже картинки можно в неограниченном количестве загружать и там их расставлять по порядку. Здесь можно придумать игру, там, расставь события книги по порядку, расставь какие-то исторические события, если для учителей. Ну, в общем, идей тут может возникнуть достаточно много. На сервисе Удоба есть поиск. И вы можете, даже если вы пока ничего в нем не создали, можете найти себе подходящую векторину и ее показывать у себя на мероприятии. Это открытый ресурс. Здесь все векторины доступны в открытом доступе, созданные другими авторами. Плюс под каждой векториной есть кнопочка «Переиспользовать». Если вы присмотритесь, то ее увидите. Это что значит? Это значит, что если у вас есть аккаунт в этом конструкторе, вы можете нажать эту кнопку, и вам эта векторина сохранится в вашем личном кабинете. И вы можете ее переделать под себя. Вот такая интересная опция. Ну, и последнее, о чем я хотела сказать. Вот эта чудная игра, которая называется «Собери пары, найди пару изображений», если правильно говорить. Вообще, это традиционная игра на запоминание. Может, вы играли. Одновременно можно открыть только две карточки, и нам нужно собрать пару. То есть две одинаковых найти вот в этом вот наборе. Но это не так интересно. Здесь конструктор пошел дальше. Можно, конечно, и одинаковые грузить, но интереснее, когда эти карточки будут связаны с чем-то логичным. Например, белка и орех, мертвая царевна, допустим, и там яблочко. Вот в данном случае у меня так получилось. Ну, наверное, нам нужно грузить картинки. Конструктор очень простой, из одной странички состоящий. Добавляем карточку, загружаем изображение через кнопку «Добавить». Если у нас две карточки должны быть одинаковые по заданию, то есть у нас просто классика «Игра на запоминание», то загружаем только вот первую часть. Можно добавить звук. Вот. Такие детские карточки делают, знаете, про домашних животных. Загружают туда звуки коровка, лошадка. Вот такое вот можно веселенькое придумать. Если вы хотите усложнить задание и надо искать логику, то тогда нам нужно задействовать и вторую часть, соответствующее изображение. Сюда мы грузим, например, ну, я не знаю, белочку. Сюда мы орех загрузили. Вот. И тоже можем аудио и туда-сюда добавить, если хотим. Все. Сохраняем. Новую карточку добавляем. И сервис все перемешивает. Дополнительно здесь можно настроить рубашку этих карточек, то есть оборотную сторону выбрать какой-то фасончик, загрузить свою картинку, в общем, с компьютера. Вот. И игра готова таким образом. Да, я с вами согласна. Лёня Непс чем-то напоминает. Да, это не полноценная замена Лёнина Апсу, но очень даже неплохая, надо сказать. Вот. Теперь сразу предвосхищая ваши вопросы, особенно учителя обычно любят задавать этот вопрос, где статистика. Нам же нужно обязательно посчитать, запротоколировать, сколько учеников приняло участие, как ответило и вообще как это все считается. Да. Ну вот, смотрите. Да, сам принцип пересохранения точно, как в Лёня Непсе. Как посчитать учеников? Если вы хотите точно знать, какой ученик, чего ответил, и вот баллы, да, вот в разделе «Результаты», но здесь только авторизированные пользователи, то есть те, кто зарегистрирован в сервисе. Если вы хотите ученикам давать такие задачи, то им нужно зарегистрироваться в удобе. Они могут там ничего не создавать, но им нужно быть зарегистрированы. И тогда, после того, как они пройдут в викторину, вы в личном кабинете открываете вкладку «Результаты» и смотрите, какого числа, во сколько ученик ответил на вопросы, сколько баллов он набрал, вот это максимальное, а вот сколько он получил. И таким образом можно это все отслеживать, выставлять оценки, в общем, метод формирующего оценивания. Библиотекарям это не так важно, но для библиотекарей есть вкладочка, которая называется «Отчеты». Статистика, аналитика, сколько просмотрела, сколько было сессий, даже можно посмотреть гости там, или авторизированные были, сколько минут они посидели на вашей страничке и тому подобное. Такая статистика по просмотрам здесь есть, и очень подробная. Так что здесь очень хорошо все отслеживается. Да, сервис интересный, возможности у него больше, чем у Лени Непса, хотя бы потому, что здесь шаблонов больше, и здесь можно сделать очень многое. Просто загляните, посмотрите примеры работ там в самом сервисе. С левой стороны есть примеры работ, можно сориентироваться, посмотреть как и что, и потом начинать работать. Интересный вариант. Теперь, что касается встраивания. Я уже предвосхитила, сказала, что можно встраивать и на сайт, и в блоги, и в социальные сети. Делается это очень просто. Но в социальные сети это проще всего. Берете ссылку, как я сейчас сделала. После того, как мы любую работу вот так вот сделали, мы ее открываем для предварительного просмотра и просто копируем из строки браузера вверху, вот там где-то наверху, берем ссылочку. Это и будет ссылка для социальных сетей. Все. Мы ее вставляем в социальную сеть. У нас отображается на окошке предварительного просмотра какая-то картинка из вашей викторины. Кстати, в каждой викторине можно загружать обложку. Я не сказала, но есть такая опция. Поэтому, если вы планируете в социальных сетях делиться, обязательно загружать обложку, чтобы в социальной сети на предварительном просмотре была эта обложка. Будет внизу название викторины. Пользователь будет щелкать по этой ссылке, переходить на сайт удоба и работать с этой викториной. Вот так это в социальных сетях. Без разницы, одноклассники, ВКонтакте, любая социальная сеть и в мессенджерах будет примерно то же самое. Что касается сайта и блога. Вы любую ссылочку сейчас если откроете, там кроме кнопочки пересохранить, еще кнопочка есть, по-моему, вставить она называется. Это кнопка для получения кода. Открывается код, вы его копируете, вставляете на сайт и в блоге у себя. Прямо внутрь страницы, в любое место страницы. Это будет как встроенный код, это называется eFrame. Он адаптируется под вашу страничку, под ваш сайт. Даже если у вас там узкая колонка, широкая, без разницы, он встанет вот конкретно очень хорошо. Здесь не нужно ничего в пикселях мерить и вручную устанавливать. Он встраивается, подстраивается в любом формате. И поэтому он лучше всего смотрится как раз на сайтах и блогах. Вот так вот вы посмотрите, да, что-то как-то не очень красиво, где тут красивые картинки, где тут все мелькает и крутится. Но, к сожалению, этот сервис больше функциональный, чем красивый. Но для сайта и блога он вообще просто незаменимый, очень хорошо смотрится и работает. Для детского сада, конечно, можно использовать. Тут ваши идеи. Я вам даю в руки инструмент, что называется. А вы уже фантазируете, как вы можете это использовать. Может быть, у других подсмотрите пользователей. Есть поиск, опять-таки, повторюсь, вы можете набрать там детский сад, какое-нибудь ключевое слово, в общем, и посмотреть, что сделали другие пользователи по вашему запросу. Можете тему целую туда забить и посмотреть по вашей тематике. Вот, например, я искала для Нового года что-то. Просто Новый год вписала в поиск, и мне выдали викторины, и кроссворды, и игры со словами, и все что угодно, короче говоря. В общем, презентации там тоже можно делать. Ну, давайте поедем дальше. Не будем устанавливаться. Здесь у меня на этом слайдике мои наброски по теме удоба. Если вам сервис заинтересовал, то есть вебинар. Я его проводила в прошлом году, в конце прошлого года. Вот, он до сих пор актуален. На портале Директ Академии он присутствует. Чтобы вы не искали, вот ссылочка. Вот, пожалуйста, заходите, там можете меня послушать, и там я очень-очень подробно про него рассказываю целый час. Вот, а это, кто не любит смотреть, но кто любит читать, это мои обучалки. Вообще, я расписала весь сервис удоба практически. Другой, что весь, но 40 с лишним шаблонов я описала. Вот, 4 обучалки на экране сейчас. Там же в блоге найдете про флеш-карточки. Вот, кто про флеш-карточки спрашивал, заходите, это ссылки на мой блог. Заходите, там найдете флеш-карточки тоже. Просто я сегодня была не готова к этому вопросу, у меня просто под рукой нет. Но найти можно. Так, ну, давайте дальше. Не будем отвлекаться, идем дальше. И переходим к не менее известному сервису, который называется Яндекс.Форма. О нем меня спрашивали, прямо вот начиная с этого года, когда, с прошлого года, скажем даже так, целый год меня спрашивали про Яндекс.Форму на вебинарах очень часто. Я, наконец-то, изучила, рассказываю, что я поняла. Вот ссылочка. Давайте посмотрим на него. Ну, во-первых, это замена нашего Google, Google Формы. Начнем с этого. И как в Google Форме нам нужен Google Аккаунт, здесь нам нужен Яндекс Аккаунт, соответственно, для работы. Что нам предлагает этот конструктор? Это бесплатный конструктор. Предлагает различные опросы, анкеты, формы обратной связи, регистрации на мероприятия, разные заявки. В том числе можно создавать векторины и небольшие квизы. Ну, как небольшие? Можно и большие. Да, тут все бесплатно, ограничений никаких нет. Для начала заходим. Вот так выглядит стартовая страничка этого сервиса. Здесь можно уже взять готовый шаблон. Форма обратной связи. Ну, это понятно, когда вы просите пользователей что-то вам написать в ответ, какой-то отзыв оставить и так далее. Анкета – это опросник с вопросами, там, фамилия, имя, отчество и тому подобное. История. Дальше. Заявка. Ну, это больше, наверное, нас не касается. Это заявки на услуги, на всякие и так далее. Вот это хорошая форма. Форма с полями для контактных данных. Если вы проводите какие-то интерактивные мероприятия, какие-то там масштабные вещи, на которые у вас регистрируются пользователи, то есть готовые формы для этого. Там есть уже готовые поля для контактных данных, там, телефон, адрес электронной почты. Все предусмотрено. В общем, можно взять что-то из этого. Здесь нет готового шаблона для викторин, поэтому надо начинать с чистого листа. Давайте на него посмотрим. Вот так выглядит чистый лист. Сюда мы будем мышкой перетаскивать разные виды вопросов. Если у нас длинная викторина, то можно добавлять несколько разделов. У Google это называется разделы, в Яндексе это называется страницы. Можно вообще каждый вопрос на отдельной странице, но это не очень удобно. Ну, вот так штук по 5 на страничке будет, наверное, нормально в самый раз. С левой стороны у нас список. Это не вещь. У меня весь на экран не поместился. Там еще дальше идут всякие телефоны, ИНН и так далее. Вот я основное выделила. Ну, давайте посмотрим, что здесь для чего. Здесь можно создавать, вот, для викторин есть специальный раздел, который называется тесты и квизы. Здесь есть три варианта вопросов. Один ответ правильный, несколько правильных, и в качестве ответа число. Почему оно вынесено отдельно? Это как раз адаптировано для викторин. Там будет подсчет баллов. То есть если вы не хотите вручную все проверять, правильно или неправильно, а хотите, чтобы за вас это сделал сервис, то вопросы надо выбирать вот из этого блока. Здесь мы назначаем количество баллов, и сервис все почитает, на последней слайде все покажет, сколько баллов набрали, и даже пропишет обратную связь, если вы ее придумали. Вот эти вопросы, это уже вручную проверка. То есть вы открываете статистику, и там начинаете проверять, как и что у вас ответили пользователи. Здесь есть короткий текст, длинный текст. Ну, у Google это назывались абзацы, насколько я помню. Дальше. Текст без вопроса. Это интересная штука. Это вступление к вашей викторине. Вы можете там прописать какое-то вступительное слово, или заключительное, или вообще в середину что-то вставить. Ну, в общем, вот для этого. Ну, здесь тоже есть один вариант, несколько вариантов, но здесь уже баллы не начисляются. Это вручную проверка. Есть выбор из выпадающего списка, да, нет, разные числа, оценка по шкале, там о цене от 1 до 10 что-то, или до 5. Ну, и разные формы для контактной информации. Почты, ссылки, телефоны, файлы. Можно прикреплять файлы. Ну, разные даты, и дальше там еще больше всяких контактных полей. В общем, создатели тут предусмотрели практически все. Теперь давайте смотреть, как это работает на примере тестов и квизов. Вот, допустим, я выбрала вопрос с одним правильным ответом. Поле открывается такое. Вписываем вопрос, к нему можно добавить картинку. Ответы. Можно добавлять новые и новые варианты и прикреплять картинки, загружаем их с компьютера. Обязательно отмечаем, что здесь правильного. Что у нас получилось, вот прямо здесь и будет отображаться. У меня картинки пока нет, поэтому здесь белое поле. Как только я ее загружу, здесь появится картинка. Если опуститься чуть ниже, есть дополнительные настройки. Тоже не пропускаем, они интересные. Здесь можно установить, что этот вопрос обязательный. Это, например, касается, если вы хотите проводить не анонимный опрос, а, допустим, у вас викторина, и нужно ее подписать. Вот, обязательным вопросом надо поставить фамилию, имя, отчество участника и поставить здесь галочку. Что это значит? Это значит, что без ответа на этот вопрос викторина не отправится на проверку. Ну, собственно, вы любой вопрос можете сделать обязательно. Хотите, можете прям все. Дальше. Здесь можно сортировать ответы по алфавиту или в случайном порядке. Как хотите. Можно случайный порядок включить. Ну, и обязательно сохранить не забываем. Возвращаемся опять назад и опять начинаем выбирать новый вопрос. В одной викторине могут быть разные типы вопросов. Так мы их заполняем. Дальше идем наверх. Начинаем настройки. Раздел настроек. Выбираем там тесты и квизы. И, собственно, начисляем баллы. Баллы мы начисляли, я вам забыла сказать, вот здесь у меня было закрыто немножко. Да, вот оно, поле, если видите. Вот оно. Здесь прописываем количество баллов. Рядом с каждым вариантом. Допустим, за неправильный ставим 0, за правильный ставим 2. Я не пробовала ставить минус 1, кстати. Возможно, сервис будет минусовать баллы. Надо попробовать, как это получится. Ну, после того, как мы все это сделали, идем в основные настройки и смотрим, как мы будем показывать. Нужно ли показывать результат прохождения теста. Если у вас просто тест для самопроверки, то пожалуйста. Если это контрольная работа, то не нужно здесь галочки ставить. Дальше. Дальше у нас здесь обратная связь. Это тоже очень хорошая штука. Это будет то, что показывается в конце прохождения этой викторины. Здесь мы прописываем вот это количество баллов, мы меняем. Допустим, если участник ответил от 0 до 2 баллов, то это низкий уровень знаний. И мы здесь какой-то комментарий пишем. Придумываем название и здесь какой-то комментарий пишем. Допустим, если он от 3 до 5 правильных ответов дал, то это средний уровень. И здесь мы то же самое что-то придумываем, какой-то комментарий добавляем. Можно добавить новые. Ну, у меня всего один вопрос был. А если я хочу больше, если у меня вопросов больше, то я могу еще несколько обратных связей. Это называется оценка по сегментам. У меня здесь два сегмента. Я могу сюда вставить три, у меня появится еще один, там четыре и тому подобное. Дальше. Оценивать можно еще в формате зачет-незачет. Допустим, вы здесь прописываете, что от 0 до 5 баллов, если он набрал, то это незачет. Все. И комментарий. А от 5 до 10 – зачет. Тоже комментарий. Вот так участники могут сами себя проверить, получить зачет-незачет и свои баллы. Спасибо большое за добрые слова в чате. Вот таким образом работают настройки. Здесь еще есть разные дополнительные штучки. Здесь есть еще даже такой вопрос, как ветвление. Я просто пока в нем не очень разобралась, но в общем есть такая опция ветвления. Это когда участник отвечает на вопрос, выбирает какой-то вариант ответа, и в зависимости от того, какой вариант он выберет, ему предлагается следующий вопрос. Ну вот как такая дорожка разъединяется в разные стороны. Но для квизов это не очень характерно, это больше характерно для каких-то опросников, наверное. Если вы мужчина, то вам такой вопрос, если вы женщина, то такой. Ну вот. Хотя такая опция здесь есть. Так что вот она тоже присутствует. Я обучалку подготовила, вернее не я подготовила, я ее нашла. Вот она есть внутри презентации, там подробные проветривления тоже есть. И вдруг вас заинтересует эта информация. Самое интересненькое – это у нас тема. Вот она. Оформляем нашу викторину, выбираем что-то из вариантов. Здесь у нас есть разные штучки. Здесь уже прямо варианты и с фоном, и со шрифтом, и даже с цветом. Щелкаем. Можно что-то из готового выбрать, стандартные темы. А можно создать свою тему. Если нажать на эту кнопку, то откроется поле, и мы можем выставлять шрифт, цвет, размер, ну, картинку загрузить свою собственную. Вот для этого всего. Ну и то, что получается, вот сразу мы видим, как это будет смотреться в итоге. Можно ли задавать, например, пять вопросов из 50, чтобы выпало? А, в случайном порядке, чтобы вопросы выпадали? Что-то я такого там не встречала внутри Яндекс.Форма. Ну, это надо более глубоко проникнуть. Есть там случайный, по-моему, вопрос в настройках. Я видела где-то. Вот есть скрытые вопросы. Что там можно скрывать? Ну, в общем, это надо подумать, потому что я так глубоко не копала в Яндекс.Формах, честно говоря. Для меня это такой же новый сервис, как для вас. Я точно так же учусь, как и вы, потому что приходится искать иногда замену. Итак, на выходе. Вот эта кнопочка «Предпросмотр» показывает, что у нас в итоге получилось. И вот кнопочка «Поделиться». Мы до нее добрались, и ваш вопрос кстати. Вот, пожалуйста, кнопочки, чтобы делиться в социальных сетях и в мессенджерах. Здесь есть «Контакты», «Одноклассники». И «Телеграм» тоже присутствует. Это код. Это чтобы на сайт или в блог вставить. Ну, и даже есть «Вики». Если вдруг вы на Яндекс.Вики работаете, то даже это есть. В общем, тут все придумали за нас. Тут все рабочее, все хорошо, функционирует, отлично смотрится. Дополнительно здесь можно, например, снять форму с публикации. Если у вас это мероприятие уже не актуально, то мы просто передвигаем ползунок назад, и все, теперь на вашу форму никто не зайдет. Например, вы закончили прием в ответах, все, закрываем форму, и все, больше никто ее не увидит. Здесь есть статистика, ее можно посмотреть в разделе «Ответы». Вот у меня сейчас закрыто. Вот это как раз вкладка с ответами. У меня сейчас открыто. Пока у меня написано, что ответов нет. Ну, и только опубликована форма. А так, если у вас будут отвечающие, вы здесь информацию получите и по всем ответам, и по всем вопросам, по отдельным пользователям тоже. В общем, по сути, если вы с Google формами работали, то это недалеко от этого примерно такой же функционал, примерно такие же возможности. Единственное, чего здесь нет, здесь нет совместной работы над викториной. Здесь индивидуальная авторская работа. Вы не можете пригласить соавторов, чтобы они тоже поредактировали вашу викторину. Но, наверное, это и не нужно. Что-то мне так задается. Альтернатива Яндекс.Форме. Если вдруг по каким-то причинам вам хочется еще чего-то, а не Яндекс.Форма, можно попробовать веб-анкету. Веб-анкета работает на двух сайтах. У него есть веб-анкета.ком и веб-анкета.ру. Я рекомендую .ру, естественно. Ссылочка на анкету вот, пожалуйста. Сразу смотрим тарифы. И видим, что здесь одно время были ограничения. То есть здесь можно создавать любое количество викторин, с любым количеством вопросов, но количество отвечающих должно быть не больше 200. То есть изначально это было для маленьких таких опросиков. Но мы видим вот такую замечательную плашечку вверху. И здесь суть в чем? В связи с тем, что работа PayPal сейчас приостановлена в России, то для российских и белорусских пользователей сняты ограничения на количество опрашиваемых участников. То есть вот за эту цифру 200 мы можем забыть. И сейчас мы можем опрашивать столько, сколько захотим. Мне кажется, можно этим воспользоваться. Хорошее предложение. Почему бы и нет? Регистрация бесплатная. Работа бесплатная. Ничем нас ничто не ограничивает. Давайте смотреть. Веб-анкета. Изначально создавался сервис для того, чтобы просто какие-то опросы проводить, анкеты. Но здесь появилась опция и для педагогов. Это называется тест-анкета. Ну и для пиблиотеки Крит тоже. Мы создаем с чистого листа. Тут шаблонов нет, как в Яндексе. Придумаем название, выбираем язык, выбираем сразу тип. Тест-анкета. Она позволяет подсчитывать баллы, начислять баллы. То есть такую статистику ввести. Вы можете выбрать и обычную, но тогда все вручную придется проверять. Дальше. А дальше разные хорошие настройки пошли. Как мы хотим эту анкету видеть? Вот в таком виде, вот в таком, или может вот в этом виде, в несколько столбиков. Дальше. Вы можете, допустим, обязательно, чтобы по IP только один раз проходили, и все. А можно вообще за этим не следить, и у вас участники будут проходить столько, сколько захотят. Ну и разные публичные настройки. Нужно ли показывать результаты? И кому показывать? Всем подряд или только запомнившим анкету? Можно настроить таймер для анкеты, обратный отсчет. Дать сколько-то минут, там 10 минут, например, и все, потом к анкете уже не подойдешь. Даже можно пароль для нее придумать, и только для своих, что называется, использовать. Что здесь можно встроить в эту викторину? Ну вот списочек, ну как в Яндекс.Форме чуть поменьше, но здесь основные есть. Строковое поле, текстовое поле, один из множества, несколько из множества, числа, таблицы и разные контактные поля, веб-адресы, телефоны и так далее. Внутрь одного опросника можно любое количество вопросов ставить, любого типа, какого захотите. К некоторым из них, допустим, вот один из множества, несколько из множеств, мы можем назначить количество баллов, ну то, что поддается вычислению, и сервис будет их считать. Ну давайте посмотрим. Шаблончик немножко необычный, тут приходится все внимание вниз опускать, вверху будет у нас просмотр, а внизу, собственно, сам конструктор. С настройками мы закончили, перешли в раздел «Основное», здесь вопрос у нас, здесь какой-то комментарий к нему, если хотим. В качестве комментария можно картинку прикрепить, видео с YouTube и ссылку добавить на какой-то веб-сайт, например. Можно выставить галочку, что вопрос обязательный, и вот здесь внизу назначаем количество баллов за правильный ответ. Ну, в данном случае один, можно любое другое число вставить. Это вопрос. А вот ответы будут уже в другой вкладке. Это не очень удобно, но так придумали создатели. Теперь ответы. Ну вот здесь у меня их четыре, можно еще добавить, если необходимо. Вот они так будут располагаться у меня. Вот сюда вставляем «Добавить еще один», и еще один сюда добавится после этого. К каждому вопросу тоже можно картинку добавить, можно их всех перемешать. Ну и, собственно, на этом все. Обязательно отметить, но отметить в предпросмотре правильный ответ. Вот первый, например, будет «Правильный», я туда поставила галочку. Именно за него и будет один балл начисляться. Проверяем, что у нас все работает, все совпало, сохраняем и переходим к следующему шагу. Здесь такая пошаговая инструкция. Ну вот, либо здесь, либо здесь нажимаем и переходим. Если нам нужно закончить, то вот здесь. Если нам нужно к следующему вопросу, то вот здесь. Ну и так, вопрос за вопросом мы нанизываем в нашу викторину все это. Ну и дальше, что еще нам предлагается. Сервис все подсчитает. Здесь нет, к сожалению, вот такой развернутой обратной связи. То есть сервис на последнем слайде нам скажет, вы ответили правильно на 10 вопросов из 20. И все на этом. То есть никакой обратной связи мы тут прописать не сможем. Здесь есть ссылки и коды для социальных сетей, для сайтов и блогов. Это в разделе ссылки все берем. В разделе статистика подробная статистика по всем ответам, по всем участникам. И мы можем сразу посмотреть, кто сколько баллов набрал. У меня пока никто не отвечал, поэтому у меня все здесь по нулям. А так вот мы, например, можем выяснить, что вот правильно ответили там столько-то участников. А щелкнем по участнику и посмотрим, сколько он вообще баллов заработал. С одной стороны, интересный сервис такой, довольно любопытный. С другой стороны, свои плюсы и минусы есть, в общем. Поэтому выбирать уже вам. Статистику можно скачать на компьютер через вот эту кнопочку. Ну, вот в общем, в общих чертах вот все об этом сервисе. Подробнее в обучалке можно посмотреть какие-то еще частности. Еще более простой сервис называется 4XM. Он такой совершенно простой, ненавязчивый. Про него еще пишут во всех статьях, что его никак не обновляют. Я не знаю, я за ним не следила. Но как это работает? Через кнопочку «Начать работу» мы регистрируемся. Нам предлагается конструктор теста в системе проверки знаний журнал «Успеваемость». Но это не как электронный журнал, это немножко громкое название. На самом деле, да, мы можем отслеживать результат участников и смотреть, как они там поотвечали, сколько баллов насобирали. Вот это подразумевается под журналом «Успеваемость». Тоже все пошагово. Создаем викторину. Притумываем название, описание, категорию выбираем. Если мы хотим, чтобы викториной пользовались вообще все в интернете, то вот обязательно ставим здесь галочку. Иначе доступ будут иметь только зарегистрированные пользователи. Если вы даете ученикам, то им, бедняжникам, придется зарегистрироваться, чтобы ответить. Поэтому лучше все-таки галочку поставить. Ну и дальше вот так нажимаем кнопки «Далее», «Далее», «Далее» и так собираем наш конструктор. Вопросы здесь трех типов. Один правильный ответ, несколько и открытый, со свободной формой ответа. Ну, в это поле «Вопросы» вписываем, внизу вписываем ответы, отмечаем «Правильные» галочками или «Правильные». Сюда загружаем картинку. Ну и опять нажимаем кнопочку «Далее», переходим ко второму вопросу. Вот так один за другим мы их собираем. Все довольно несложно здесь. Далее. Как оценивается вообще работа? Здесь нету нигде, где количество баллов можно поставить. По умолчанию мы отметили, что какой ответ верный. И вот за каждый верный будет начисляться по одному баллу стандартно. Кроме того, сервис предложит ученикам написать фамилию и имя перед тем, как ответить на вопрос. Я вам ссылочку дала там по ссылочке. Да, фамилия и имя требуется. Любой символ вводите, ничего страшного там не будет от этого. Но это дает возможность отследить результаты. Вот, например, я на свои собственные вопросы ответила. И тут же в разделе «Результаты» я увидела вот такой итог. Это вот в конце прохода в викторину участник получит вот такую таблицу. Ну, свое имя он увидит, да, когда он прошел этот тест, сколько минут он проходил, сколько он ответил на вопросы, сколько правильно, ну и в процентах. Вот. Ну, так все простенько, незатейливо. Тоже никакой обратной связи здесь нет, но зато быстро. А учитель в журнале увидит вот такую картинку, то же самое практически, и оценку увидит, статистику можно себе тоже скачать и сохранить. То есть информация будет. Самый большой плюс этого сервиса в том, что можно скачать готовый этот тест. Он скачивается в формате HTML-файла, его можно открывать без участия интернета. То есть вы можете на экране где-то через проектор открыть этот, или ученикам раздать там на компьютере, если они за компьютерами сидят, или, допустим, у себя на экране открыть и отвечать на вопросы без участия интернета. Вот. Вот таким образом это все здесь работает. Сайт может быть продан, пока не продан, пока работает. Поэтому я о нем рассказываю. Как продадут, значит, будем искать новую замену. Но HTML-файл с вами останется на всю оставшуюся жизнь. Так что пользуйтесь возможностью. Дальше. По каждому ученику тоже можно просмотреть. Это тот самый журнал успеваемости, пожалуйста. Вот мы видим, как ответил ученик на каждый из вопросов. Здесь довольно все подробненько. Ну, давайте перейдем, собственно, к играм. Хватит уже викторин. Сделаем небольшую паузу. Поговорим о сервисе, который создает игры. Называется он e-training. Тоже наверняка вам знакомо. Я о нем рассказывала. Если вы были на каких-то моих вебинарах, то наверняка о нем слышали. Это сервис, сразу скажу, он не адаптирован на смартфонах. То есть, если вы со смартфона будете ссылку открывать, она будет у вас, ну, либо не откроется, либо там проблемы будут с показом. Вот. Это сервис для больших экранов, что называется, для компьютера, для интерактивной доски. Ну, для проектора на большом экране можно показывать. Он предлагает пять разных шаблонов для создания разных игр. Они интересные, они анимированные, необычные. Ну, в общем, можно попробовать для детской аудитории, хорошо заходят. Итак, первое я вам отправила. Шаблон называется кокла. Игра вот таким образом выглядит. Нам нужно рассортировать блоки по разным категориям. Ну, игра на сортировку. Это игра про моря. Нам нужно каждое море отправить в какой-то океан. Вот. Для того, чтобы оно туда отправилось, эти блоки двигаются с определенной скоростью. Нам нужно перестроить вот эти четыре несущих балки в нужную сторону мышкой, и просто их подвинуть, чтобы блок упал именно в то море, в какое он должен упасть. Вот. Делается это все очень просто. Конструктор сделали уже за нас. Нам остается только придумать название блоков и категории. Вот выглядит так конструктор. В категории четыре штуки. Может быть максимально, может быть меньше. Называем каждую категорию. Это то, что будет внизу отображаться. Желательно здесь не очень длинное название, иначе оно все не поместится. Вот. Ну, вот три слова влезло, так что нормально, три слова помещается. Дальше. А дальше слова на блоках. Ну, в данном случае, допустим, у меня название произведения Тургенева. Дальше. Вторая категория у меня будет, допустим, произведение Стоевского. И я туда тоже несколько блоков добавлю. Сколько блоков будет? Это можно любое количество забить. Главное, каждый блок с новой строки, чтобы сервис понял, что это отдельная часть. Вот. Дополнительно. Здесь можно настроить обратную связь в разделе сообщения и выбрать скорость движения блока. Если у вас для начинающих игра, то можно помедленнее пустить. Если у вас уже для прожженных игроков, то скорость увеличить можно. Это все в настройках делается. В разделе прочее. У этой игры есть вторая разновидность, называется фабрика. Это называется бамбук, а та называется фабрика. Там все то же самое, только там металлические трубы надо ворочать, и там такая фабричная обстановочка будет. Вот таким образом работает шаблон Кокла. Другой шаблон, тоже веселенький, называется НЛО. Смысл в чем? Пролетает летающая тарелка, выбрасывает блоки, которые соответствуют какой-то тематике. Нам нужно среди этих блоков найти нужные и ненужные. Ну, в данном случае нужно найти слова с безударной гласной буквой Е. Ну, естественно, буква Е здесь пропущена везде. Мы просто мышкой выкидываем за борт все ненужное. Ну, а сервис нам дает понять, если мы что-то нужное выкинули, он нам тут же об этом сообщит. Ну, и как только мы с этим заданием справились, прилетает летающая тарелка снова, выкидывает новое задание. Количество заданий не ограничено. Здесь все тоже очень просто. Первое задание мы придумываем, оно здесь пишется внизу, а к этому заданию придумываем блоки. Значит, напротив каждого блока выбираем опцию – либо удалить, либо оставить. И окей. Все. Задание готово. Переходим к следующему. Конструктор тоже довольно простой. Это конструктор, который при минимальных затратах позволяет сделать что-то необычненькое. Есть еще здесь конструктор, называется он «Картофан». Ну, вот слово «карта». Для того, чтобы на карте найти определенные загаданные точки. И соотнести эти точки с названиями. Ну, вот я вам ссылочку дала, это моя игрушка, мое развлечение. Нам нужно расселить сказочных героев по их резиденциям. Ну, вот, например, «Морозка» – это у нас на Кольском полуострове, живет в Оленигорске. Туда надо, на север. «Конек», «Горбунок» – это где-то в средней полосе. То есть, вот мышкой просто тянем название к нужной точке. В конце есть кнопочка «Проверить», и можно вот таким образом с ними поиграть. Но ноутбуки должны открываться. На компьютере-то 100%. И на ноуте у меня нормально открывались. Не знаю. Может быть, поменять на Google Chrome браузер. Может быть, поэтому не открываются. А попробуйте в сам e-треники зайти. И получится. Как это работает? Конечно, нам нужна карта. Сервис предлагает два варианта. Есть здесь Яндекс.Карта, и лучше ее. Мне она больше понравилась. Но есть еще OpenStreetMap. Может быть, она вам больше приглянется. Но мне эта игра, кажется, немножко недоработанная, потому что все карты с подписями. Если я дам задание, например, «Найдите Берингово море», то это задание очень простое, потому что там все подписано. И можно просто вот на карте найти его методом научного тыка, что называется. Поэтому здесь сейчас разрабатывается экспериментальная карта без надписей и без маркеров. Но сейчас она только для Москвы. Если вы игру про Москву хотите сделать, то, пожалуйста, уже готовая карта есть. А так мне пришлось придумывать название, чтобы там не было подсказок на карте. Ну а сам конструктор действительно интересный и очень быстро, главное, все работает. По карте щелкаем, открывается вот такой окошечек, а мы сюда вписываем надпись. И на карте появляется кружочек. А надпись будет у нас с правой стороны. Нажимаем ОК и переходим к следующей точечке. Ну и последний шаблон. Это вообще очень просто. Это анаграммы. Все играли, все знают, что это такое. Из буквок сложи слово. Вот, пожалуйста, игрушка сама, как она выглядит. А конструктор вообще вот такой, очень простенький. Нам нужно добавить слово. Мы его сюда вставляем. И дальше нажимаем на кнопку «Далее». И сервис нам перепутывает буквы вот в таком формате. Если нам это не нравится, мы снова нажимаем на кнопку «Далее». Он перепутывает их по второму разу. Выбираем вариант, который нам нравится. Ну, смотрим. Или посложнее, или чтобы он благозвучно звучал как-нибудь. Из таких слов у нас формируется наша игра. А выглядит она вот так. Нам нужно эти листочки отрывать. Они как отрывные такие календарики. Вернее, листочки в блокнотике. И менять их местами. Можно их вообще складывать где-то чуть далее. Сервис все поймет за нас. Ну, вот такая игрушка, анаграмма тоже. Нужен только список слов и все. Так что етреники – это вопрос, господи, конструктор для тех, кто хочет очень быстро и просто. Ну, там вообще инструкция особо не нужна. Но инструкция тоже есть, если что. Продолжаем тему игр. Переходим к сервису Joyetech. Это конструктор, созданный учителем информатики, который позволяет создавать игры разных типов. Здесь можно создавать квесты, викторины, тесты и свою игру. Вот про них я и поговорю. Есть там еще викторина «объясни термин», но она не такая интересная, это больше для учителей подойдет. Давайте я самые такие интересненькие вам расскажу истории. Первое – это квест. Ну, собственно, вот за что Joyetech любят и знают, это за то, что она позволяет создавать квесты. Квест называется «Выйди из комнаты». В чем задание? Нам нужно двигать разные объекты внутри комнаты, открывать шторы, на картины нажимать, подушки двигать, можно кошечку подвинуть, наверное, ящики открывать, корм кошачий. Ну, в общем, совершать какие-то действия. Ну, здесь миска есть, соответственно, надо окошечки корма насыпать. В общем, нам нужно в этой комнате найти подсказки и вопросы. В качестве подсказок могут быть разные предметы, которые нам помогут что-нибудь. Ну, например, если в картине зашифровано какой-то вопрос, а там написано «мелкий шрифт», то здесь где-то в ящиках может быть лупа. Ее нужно найти, соединить картинку и лупу, и получается, что, в общем. А это не на Лернис похоже, это бывший Лернис. Вот, сервис Лернис изначально он назывался, он и сейчас существует, этот сервис просто. Сейчас создатели агитируют всех переходить на джойтеку. Лернис пока не закрылся, но рассказываю вот про новейшее. В общем, все то же самое. Только здесь и комнат больше, и возможностей немножко больше стало. Здесь где-то есть вопросы, и если на них правильно ответишь, дверь откроется, и квест будет пройден. Как работать с джойтекой? Сначала выбираем локацию. Здесь бесплатно, сразу скажу, что сервис условно бесплатный. То есть здесь есть платный премиальный тариф, который можно купить, но есть и бесплатный, и он позволяет создавать 20 разных интерактивностей в общем списке. Например, выбираем квест, комнату для квеста. Под каждой комнатой подписано количество заданий от 3 до 8, и сложность квеста. Если зелененький, это значит очень простой квест. Если желтый, более сложный. Самый сложный, помеченный красным. Есть премиальные комнаты. Ну вот примерно 20 было бесплатных, и еще сколько-то было платных. Они такие более сложные, более продвинутые. Но даже бесплатного функционала вполне хватит. Итак, начинаем с выбора. А дальше нам нужны вопросы. Вот у нас 4 задания. К каждому заданию мы прикрепляем вопрос. Открытый, множественный выбор или одиночный выбор. Ну, знакомая нам история, все то же самое. К каждому вопросу можно прикрепить картинку. Если у нас открытый вопрос, то мы должны предусмотреть разные варианты, которые могут дать дети. Например, как называется сказка о Маршака? Она называется Кошкин дом. Но можно ее написать в кавычках, эту сказку, а можно и без. А можно вообще с маленькой буквы написать. Но ответ-то будет правильный. Поэтому здесь нужно предусмотреть сколько вариантов возможно. До 10 можно вписать разных, чтобы они засчитались как правильными, и дверь открылась. Ну и так к каждому вопросу. Вот это конструктор для одиночного выбора. Тут очень просто. Нужно просто правильно отмечить галочкой. Ну, а с множественным такая же история, только отмечаем уже несколько вариаций. Ну, вот мы их 4 все собрали, сохранили, настроили, ну и дальше открываем квест, и все готово. Мы получаем на него ссылку. У него нет кода для встраивания, но есть ссылка, ссылкой можно делиться. В социальных сетях, на сайте, в блоге, где считаете нужным. На основе тех же самых вопросов можно создать классическую викторину. Тоже там открытые, закрытые вопросы. Сейчас я вам ссылочку отправлю, чтобы вы посмотрели. Это классика жанра. Тоже на Ленинапс чем-то похожая. Пожалуйста. Ну вот скриншотик так выглядит. Там только конструктор немножко поменяется. Вот мы придумали вопрос. Опять выбираем, какой он будет открытый, закрытый, множественный, одиночный выбор. Картинку прикрепляем, правильный ответ отмечаем. В платном тарифе, в премиале, там можно начислять баллы. По умолчанию просто будет за каждый ответ как правильный балл один. А так в премиальном можно еще прописать по каждому вопросу разную сумму баллов. Ну и через кнопочку «Добавить» переходим к новому вопросу. Есть еще здесь видеовикторины. Так называемое интерактивное видео, где внутрь видеоролика вставлены вопросы. Вот вам ссылочка. Как это работает? Здесь такая же самая история. Внутрь видеоролика, мы его добавляем с канала YouTube по ссылочке, а внутрь этого видеоролика можно вставить множественный выбор, одиночный, открытый вопрос, комментарий и предисловие. Предисловие – это то, что в начале ролика подписывается, какое-то можно задание написать, аннотацию, все что угодно. Ну, а все остальное прямо вставляется внутри. Как это выглядит? Мы запускаем видеоролик. В нужный момент, когда нам нужен вопрос, вот именно в этом месте просмотра, мы нажимаем на паузу, выбираем вопрос с правой стороны. Здесь у нас время появления его на экране. И отмечаем правильный ответ. Дальше сохраняем это все, опять запускаем ролик, смотрим его дальше, опять в нужный момент ставим на паузу, добавляем следующий вопрос, например, с множественным выбором. И вот так у нас на ленте времени будут эти вопросики отображаться. Знак вопроса – это вопросы, а знак восклицательный – это комментарий. Комментарий ответа не требует. Вот он так выглядит. Это просто ваше дополнение к видеоролику. Допустим, непонятно, например, в этом ролике упоминается английский поэт Перси Пиши Шелли. Не все его знают, поэтому вот небольшой комментарий, кто это вообще такой. Он тоже будет появляться прямо внутри видеоролика. В заключении участники тоже смогут получить информацию, правильно они ответили или нет. Сделать это с помощью настроек можно. Вы можете собирать результаты просмотра, то есть смотреть, сколько там участников поработало, сколько ответило. Можно даже запрашивать данные. Это если вы учитель и хотите узнать конкретно, кто из учеников, что ответил. Можно разрешить видео назад возвращать, если хотите. Ну и показывать результат желательно участникам в конце. Там они узнают, где они ответили верно, а где неверно. Вот такая история с видеовикторинами. Ну, а для участников она вот так будет выглядеть. Вот здесь список всех вопросов, а вот они на ленте времени вот так отображаются. Ну и своя игра, ссылочку я вам не дам, потому что это игра, что называется, для внутреннего пользования. Она сохраняется в личном кабинете, играют в нее здесь и сейчас. Вот этот конструктор создается заранее, а дальше участники отвечают на вопросы, получают баллы. Ну, как все в своей игре, такая же история. Конструктор выглядит так, ну, похоже на квест. Вот. Здесь у нас несколько категорий, в каждой категории по пять вопросов. Первый самый простенький, пятый самый сложный. Здесь сложность в чем, что вопрос здесь добавляется не как текст, а как картинка. Для этого нам нужно заранее в PowerPoint, например, сделать эти вопросы в виде картинок и сюда уже их просто загрузить. Это все быстренько делается по каждой категории. Вот. И после этого у нас вот такая вот сеточка появляется. У нас тут пять категорий по пять вопросов. Ой, господи, четыре категории по пять вопросов. Двадцать в сумме. Ну, дальше начинаем играть. Участников. Здесь максимальное количество участников – пять человек в бесплатном тарифе. Но можно создать пять команд. У каждой будет один смартфон. Участники получают код от этой игры, входят по этому коду на сайт и попадают как будто бы в виртуальную комнату. У них на экране появляются вот такие вот надписи. Ведущий работает вот с этим большим экраном, который я вам показывала, с категориями и с вопросами. Он нажимает на категорию, на вопрос, участники выбирают, открывается вопрос, его ведущий читает, подождись вопроса. И дальше, после того, как, собственно говоря, вопрос зачитан, показан, появляется надпись «Нажми, чтобы ответить». Здесь смартфоны выступают в роли таких кнопок, как в бренд-ринге, что ли, на которые можно нажимать. Кто быстрее нажал, тот и первый отвечает. Если высветилось «Отвечай», значит, ты самый первый ответил. И, собственно говоря, можешь отвечать. Здесь, кстати, вот баллы у каждого участника прописаны, сколько он насобирал. Дальше. Вот так выглядит участник, который отвечает на большом экране. То есть, вот, допустим, некая Ира нажала на кнопочку «Первая», попалась ей вот это животное, надо назвать, как оно называется. Если она ответила верно, ведущий ей зачисляет 200 баллов, через кнопку «Плюс». Если ответила неверно, отнимает через «Минус». Сводная таблица результатов всех игроков будет вот здесь, с этой стороны. Это очень удобно. И сервис все за нас посчитал, все сделал. Наша задача – только поиграть. Довольно интересно это происходит на мероприятиях, в режиме реального времени, в библиотеке или в школе. Так что вот, можно попробовать. Но если уж мы про мобильные устройства заговорили, то вот еще один сервис. Это сервис «Майквиз». Это именно сервис для проведения игр на мобильных устройствах. Как это работает? На мобильном устройстве появляются вопросы, варианты ответов. Нужно просто пальчиком нажать на смартфоне на нужный вариант. Здесь отсчет времени идет. Ну и дальше, после того, как все ответят, появляется правильный ответ, и появляются лидеры. Кто ответил верно, кто заработал больше баллов, баллы начисляются для тех, кто ответил быстрее всех и правильнее всех. Чем быстрее и правильнее, тем больше баллов заработал. Здесь будет таблица лидеров. На большом экране это вот так выглядит. А участники, как и в джойтеке, получают код, заходят в виртуальную комнату, и ведущий запускает первый вопрос, идет обратный отсчет, все голосуют, ну и в конце подводят итоги после каждого вопроса. Я вам дала ссылочку на демо-квиз, это как раз с самого сайта, чтобы вы могли посмотреть, как это работает в реальности, там даже с музыкой это все. Сервис вообще очень неплохой. Это замена, если вы работали с такими сервисами, Кахут, Квизис, Квизолайз, их много разных было. Ну, Кахут сейчас недоступен, ну вот в частности, можно Кахут заменить этим сервисом. Здесь возможность такая, до 500 участников. Какие вопросы можно добавить внутрь такого квиза? Ну, во-первых, мы вписываем название, обложку, описание, все стандартное, сразу нам выдают код и ссылку для этого квиза. Дальше, а дальше добавляем вопросы. Из бесплатного, здесь все основные типы вопросов доступны. Обычный вопрос, открытый, можно голосовалку устроить, ну и выбирать картинки. В качестве ответа будут картинки. Если вы купите платный тариф, то тут еще доступны всякие другие вещи, можно танцевать и рисовать. Правда, я ни разу не видела, как это работает, но есть такая опция. Вот так выглядит конструктор вопросов. Вписываем текст вопроса, загружаем картинку, отмечаем правильное, сохраняем, переходим к следующему. Списочек вопросов будет вот здесь, с левой стороны. Ну и дальше, после того, как у нас все это готово, подготовлено заранее, мы на большом экране открываем векторину, ее запускаем, участникам даем код, они подключаются, и мы весело проводим время. Вот таким образом это работает. Есть здесь опция автоматического запуска. Это, например, если вы в социальной сети хотите провести эту векторину, вы пишете, что сегодня, там в 12 часов, состоится векторина, ссылка вот. Ровно в 12 она запустится, эта ссылка станет активной, участники могут зайти и поиграть самостоятельно, без вас. Но помните, что для каждого вопросу 25 секунд, то есть если у вас там 10 вопросов, то через какое-то количество минут векторина закончится автоматом, и все больше уже ссылка будет нерабочая. Вот. Можно в социальных сетях вот так развлекаться. Если у вас активная рабочая группа, сообщество какое-то очень активное, есть такие увлекающиеся товарищи, можно проводить, есть такой опыт у библиотек. Вот. Здесь нужно просто настроить время, когда в этой векторине запустится, выставить автоматический показ, ну, все настроечки сделать и сохранить. И тогда даже без вас можно в нее будет поиграть. Вот. Ну, давайте теперь уже к совсем простым или к совсем платным перейдем с сервиса. Я сегодня вас немножко задержала, но я надеюсь, что вы не будете на меня в обиде. Сервис называется «Конструктор тестов». Здесь уже все очень просто. Это тоже бесплатный инструмент для создания классических векторин. Здесь без всяких изысков, картинки, тексты и кнопочки. Как это работает? Вот конструктор. Название, описание теста. Выбираем категорию. Здесь какие-то очень странные категории. Здесь есть на внимание, на IQ, на кулинарию, на психологические тесты, разные ПДД. И все. Как-то неинтересно все. Можно обложку загрузить, кстати. Ну, выбираем разное, наверное, что я могу еще сказать. А дальше опускаемся вниз и добавляем вопрос. Вопрос – картинка. Вопросы здесь классические, с выбором одного правильного ответа. Ничего сложного. Записываем список вопросов, отмечаем галочкой «Правильная» и переходим к следующему. Вот. Что здесь хорошо прописано, так это обратная связь. Здесь очень подробно можно прописать в разных форматах. Есть формат «Процентный», «Интервальный», «Точечный». «Процентный» вот сейчас открыт. То есть это сколько правильных ответов в процентах. Ну вот, до 30 – это, наверное, слабый уровень, это средний, это самый крутой. Дальше. «Интервальный» – это в цифрах. Вы здесь просто будете вписывать, что 5 ответов – это слабый, 10 – это средний. Сервис бесплатный абсолютно. «Точный» – это зачет, не зачет. Ну, я вам об этой системе уже говорила. То есть нужно ответить на столько-то вопросов, тогда будет зачтено. И тоже такие уже поля есть, здесь все прописывается, и даже, по-моему, там туда внутрь вставляются гиперссылки, если что. Ну и картинки к каждому прикрепляются тоже. Так что здесь вот обратная связь, здесь вообще замечательная просто. Вот. Сохраняем это все. На выходе участник получает информацию о том, сколько он ответил, и вот одну из обратных связей, которую вы заранее прописали. Совсем недавно сервис развивается, здесь появилась опция для учителей. Вот это как раз для учителей. Здесь есть возможность создавать классы, вот, добавлять туда учеников. Каждому ученику тут же выдадут вот такой пароль. И теперь ученики могут по этому паролю заходить в викторины и на них отвечать. Ну вот я создала такой импровизированный списочек класса. И как только ученики ответят, вот в разделе «Результаты» я смогу посмотреть, как они ответили, поставить им оценочки, если захочу. Вот. Но для этого я в каждом тесте, который я им хочу предложить для работы, должна отметить, что это тест для учеников. Это делается в настройках в самом низу. Что это запрещено проходить его второй раз, например. Тест – это для всех классов. Если у меня их много, то я могу выбрать какой-то конкретный класс. Вот. Ну и сохраняю. Теперь ученики получают ссылку на этот тест, заходят, вводят свой вот этот вот пароль, который им тоже дали заранее. Ну и проходят этот тест, а мне приходят результаты. Вот так очень просто. На выходе мы получаем ссылку на этот тест. Если он у нас всех, не для всех, не для учеников, а вообще для всех, то мы получаем ссылку, можем делиться в социальной сети, там код можно взять, и тогда на сайт и в блог встроить. Вот этот сервис банк тестов, ну ладно, пусть будет. Это вообще очень простой сервис, насколько может быть все просто. Он вообще без картинок, он поэтому не очень интересный, хотя он предлагает здесь разные возможности, тоже бесплатные абсолютно, никаких ограничений. Он предлагает создавать классические викторины с суммированием баллов и так называемые тесты принадлежности. Ну это личностные тесты, куда тебе поехать в отпуск и тому подобное. Вот здесь очень много развлекаловки на этом сайте, есть реклама, но почему-то здесь учебных тестов тоже достаточно много, поэтому я решила тоже о нем несколько слов сказать. Прописываем, чтобы показывали результаты, можно запретить комментарии и нажимаем на кнопочку создать. Тоже вопрос очень простой, с одним вариантом ответа, с несколькими, и есть такая опция только при выборе всех правильных ответов. Что это такое? Ну здесь понятно, да, за каждый вопрос начисляются тут же баллы, и правильные отмечаются. Дальше. А здесь баллы начисляются только если все правильные ответы выбраны. Допустим, у меня будет второй и третий правильные, и если их оба выбрали, то сюда этот балл начисляется за них, а если нет, то и нет. Извините. Ну и дальше сохраняем, к следующему переходим. Здесь тоже все очень быстро, что от нас нужно, только список вопросов. Здесь есть тоже обратная связь, она не такая подробная, как в предыдущем сервисе. Мы просто вписываем от скольки баллов до скольки, и описание результата, какая обратная связь появится. Можно оставить без обратной связи, тогда участник просто увидит свое количество баллов без комментариев. Но если мы хотим комментарий, то вот сюда вписываем, в это поле. Вот. Один вариант по умолчанию, можно добавить столько, сколько захотим. Вот. Ну вот так это выглядит расшифровка. Допустим, до двух баллов. Сюда вписываем заголовок, развернутое описание даем и сохраняем. Картинок, киперссылок тут нет. Только вот текст и ничего более. Вот. Так будет выглядеть для ответа тест. Вот. Интересно, что он сразу предлагает сюда поле представиться, любое имя. Это, наверное, любопытно для учителей, поэтому здесь так много учебных тестов. То есть можно не заботиться, обязательно представиться, и вы можете отследить всех участников. Ну, а отслеживается это вот так. В журнале посещаемости видно, кто что ответил. И расшифровку можно тоже посмотреть. Здесь будет график красивый, если будет много отвечающих. Вот. Ну, осталось у нас еще два инструмента. Они платные. У них есть бесплатные тарифы. Мэттест. Это вообще очень продвинутый, на самом деле, инструмент. Поэтому я о нем решила поговорить. Хотя здесь очень такой непростой бесплатный тариф. Он предлагает создавать три викторины в месяц. Вот. В каждой викторине не больше восьми вопросов. На каждую викторину тысяча просмотров. Ну, это, в общем, нормально. Здесь возможен показ рекламы внутри бесплатной викторины, и будет введеной знак Мэттест. Но зато мы получаем очень красивую картинку. Можете по ссылке походить, посмотреть. Сервис, во-первых, очень хорошо все прописывает, все лимиты. Вот здесь подробно все написано, что есть что. Если, допустим, лимит превышен по количеству просмотров, то викторина будет заморожена до следующего расчетного периода. Расчетный период – это месяц. Через месяц разморозится эта викторина опять сможет работать. Если вы создадите девятый вопрос, то кнопка будет уже недоступна. То есть все-все-все очень подробно здесь расписано. Это молодцы. Конечно, здесь все понятно. Здесь есть готовые шаблоны, тематические даже. Вот там на проверку грамотности, я не знаю. Здесь много личностных тестов. То есть можно создавать и какое-то на знание, и на личностные. Вы можете просто взять за основу какой-то готовый шаблон и под себя его переделать. Это удобно, если вы только-только начинаете. Здесь возможности создавать викторину, личностный тест и квиз-опросник. Это вот то самое с ветвлением, я вам уже рассказывала. В зависимости от того, какой вопрос дашь, там будет следующий предлагаться. Но если у нас всего 8 вопросов, там особого ветвления, наверное, и не получится. Поэтому, наверное, стоит сосредоточиться на обычных викторинах. Так выглядит конструктор. Все знакомое нам. Картинки, вопросы, варианты ответов вписываем. Здесь можно дополнительно запрашивать контактные данные, если мы хотим, чтобы представились участники. И очень подробные настройки. Мы можем настроить тему оформления, скругления краев, там, я не знаю, превью нужно ли, запретить ли повторное прохождение. То есть настройки здесь вообще очень-очень подробные. И по оформлению, и в основных полях тоже. Ну, вот это основное. Мы придумываем название теста, его описание, картинку, обложку загружаем. А дальше уже к вопросам переходим. Вопросы с одним вариантом ответа здесь. Приводим вопрос, варианты ответов. Они могут быть текстовые и могут быть картинками. То есть в качестве ответов будут картинки. Картинки с компьютера загружаются. Здесь есть обратная связь. В случае правильного ответа будет такая связь. В случае неправильного – следующее. И таким образом это все и заполняется очень-очень подробно. По каждому вопросу. Списочек вот здесь сбоку. Ну, и после того, как мы запили наши вопросы, отмечаем, кто из них правильный. Дополнительно вы можете ответить несколько правильных ответов. Такая опция здесь тоже предусмотрена. Что еще здесь возможно? Здесь у нас уже результаты. В разделе «Результаты» мы прописываем обратную связь. Ну, я уже тысячу раз об этом рассказывала. Такая же история. Придумываем название, придумываем комментарий какой-либо. Ну, допустим, там, от стальки до стальки до баллов, там, такой-то комментарий и так далее. Все это прописали, и теперь у нас на выходе участник получит нужную информацию ему. В разделе «Предпросмотр» мы можем получить уже наш готовый вариант, посмотреть, как это будет выглядеть. У меня без картинок, поэтому вот так. А вообще-то тут, если картинки, то будет очень красиво. Можно подключить, чтобы статус был активен. Это значит, могут на нее отвечать. Если она вам надоест, мы переключаем в неактивный вариант. Вот здесь есть код для сайта. Вот это ссылка, а это интеграция с социальной сетью ВКонтакте. Вот это единственный сервис, который предлагает интегрировать ее в ВКонтакт. Вот прям напрямую через вот такую вот вставку. Я пока не пробовала, но опция такая есть, она тоже бесплатно, можно попробовать. Для этого ползунок сюда переключаем, получаем там какую-то необходимую информацию, которую нужно будет вставить в свою группу ВКонтакте или в свою страничку ВКонтакте. Вот здесь очень подробная статистика. Вот ни один сервис такой статистики не дает. Тут у нас и по устройствам, и по странам, и по просмотрам. Чего здесь только нет. Вот. Очень-очень-очень все подробно. Можно это все просмотреть, и всякие красивые графики здесь тоже присутствуют. Вот. Ну, пока по цене, чтобы вас сориентировать, МЭД-тест на сегодняшний момент самый дорогой сервис. Он самый простой платный тариф. Здесь стоит около 1000 рублей в месяц. Вот. Можно попробовать первые 7 дней бесплатно все. Здесь есть такая опция, первые 7 дней подключается бесплатный тариф, вы можете создать больше, чем 3 викторины. Но за 7 дней особо, конечно, не разбежишься, но зато можно все понажимать и все попробовать. Вдруг понравится. Ну, и последний на сегодня инструмент – Симпол. Он давно существует, просто он как-то в тени все время был. Это вообще сервис для голосования и опросов. Ну, викторины тоже можно создавать. Но бесплатно. Здесь видите, какой маленький тариф. Всего 3 опросника можно создать из 10 вопросов. И отвечать могут только 100 человек, к сожалению. Но я все равно вам покажу, вдруг для чего-нибудь это сгодится. Конструктор здесь простенький. Придумываем название, придумываем викторины, как долго она будет у вас действовать. Месяц, неделю, две недели, а может вообще неограниченный срок. Показывать ли ее всем желающим или только отдельным. По отдельной ссылке. Здесь есть несколько шаблонов, как в Яндекс.Форме. Они, кстати, мне кажется, очень похожи на Яндекс.Форму, только немножко по-другому выглядят. Но они здесь нам не очень хорошо подойдут, поэтому с чистого листа. Вот. Не узнаете Яндекс.Форму? Точно так же мы перетаскиваем каждый-каждый блок внутрь этого опросника. Есть возможность добавить новую страничку. Ну и как только мы что-то выбрали, открывается конструктор, и там внутри мы его уже заполняем. Вот так это выглядит. Вписываем вариант ответа. Здесь отмечаем, что правильно, что неправильно. Картинки можно подключить. Ну и перемешать это все. И сохранить. На выходе сервис даст статистическую информацию о том, сколько баллов вы заработали. А баллы начисляются здесь в отдельной вкладке. Называется она весы. Ну вот у меня три варианта. Я вот ставлю напротив нужного мне варианта число баллов. Он мне по умолчанию выставил везде единицы. Естественно, я тут сотру. Правильно напишу единица вот напротив первого, допустим, а здесь все по нулям. Ну и сохранить. Немножко непонятная логика здесь. Вопрос отдельно, стоимость его отдельно. Ну, так придумано. В заключении настраиваю параметры, придумываю кодовое слово. Если у вас не для всех игра, то нужно кодовое слово, по которому будут в нее заходить. Ну, опять проверяю ограничения разнообразные. А в разделе «Внешний вид» вот такие красивые формы для оформления. Тоже похоже на Яндекс. Выбираем любой вариант. Здесь можно выбрать и цвет, и шрифт, и различные отступы. Ну и то, что выбрали вот с правой стороны, тут же отображается. Все. На выходе мы получаем результаты. Можем все отсматривать, отслеживать, смотреть и по каждому отвечающему, и вообще по вопросам в целом. Такой вот простенький сервис с одной стороны. Ну, на этом я такой краткий обзор закончу. Конечно, голубым по Европам. Тут про каждый сервис можно много говорить и на многие вопросы отвечать. По каждому сервису, о которых я сегодня рассказывала, нашла я вам обучающие материалы. Они внутри презентации, в ссылке. Поэтому скачайте презентацию, пригодится для работы, надеюсь. Надеюсь, что-то интересное вы для себя сегодня нашли. Выбрали какой-то инструмент, который можно использовать в работе. Ну, будем продолжать в том же духе работать дальше. Приходите через две недели. У нас вебинары продолжаются. На следующей неделе продолжим с играми, но уже в другом формате. поговорим о диалоговых тренажерах и чат-ботах. Тоже что-то новенькое, необычное. Посмотрим, как можно их конструировать. Там немножко посложнее будет, но сложности мы не боимся. Спасибо большое за внимание. На последнем слайде, как всегда, мои координаты, где меня можно найти. Блог, группа и канал в Телеграм. Подключайтесь, чтобы быть в курсе всех последних событий. В том числе и в ВКТ-технологиях. Вот, вопросов пока я не увидела. Сейчас во вкладке вопросов тоже пустенько. Ну, ладно тогда, давайте прощаться. Извините, что задержала вас сегодня. Чего-то я разговорилась. До встречи через две недели. И берегите себя.